Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Сегодня у меня пулемет. Это одна из наших новых игрушек. Набор комплектующих для сборки М92 лежал у нас в мастерской довольно давно, и никто ничего с ним не делал. Вот мы и решили воскресить его. Бюро огнестрельного оружия ведь убило его при ввозе в Штаты. Вот мы его и воскресили. Восстановили его былую славу с помощью складного приклада и, разумеется, автоматического режима огня. В прошлом я много стрелял из подобного оружия, и всегда неизменным остаётся один факт. С таким 10-дюймовым стволом это просто огнемёт. 10,5 дюймов. Здесь начинается магия. Я думаю, из этой пушки будет очень круто стрелять. Немного позже я даже распакую барабан, чтобы немного пошалить. А теперь вступление. Отлично, мы показали его в деле. Теперь настало время разобрать его устройство, чтобы понять все его преимущества. Сперва проверяем, не остался ли патрон в патроннике. Хочу упомянуть один интересный факт о том, каким образом эта пушка была изготовлена, потому что это импортный экземпляр М-92, изготовленный в Застове. Застова, Застава, не знаю как правильно. Простите меня, я родился не в Сербии. Из-за этого ограничительного выступа селектор немного длиннее. Не знаю, зачем они это сделали, но всё-таки сделали. Эта пушка может быть полуавтоматической, но из-за этой ограничительной пластины она у нас стреляет только очередями. То есть либо стоит на предохранителе, либо это грёбаный пулемёт. Если не брать в расчёт другой складной приклад и, разумеется, калибр 7,62, то эта пушка очень похожа на АКСУ. Этому есть несколько причин. Пламегаситель, более массивная газовая трубка и блок передних прицельных приспособлений, короткий ствол с короткой газовой системой и крышка ствольной коробки на шарнире, которую я считаю очень крутой. Не так-то просто оставить её открытой. Вам не нужно снимать крышку ствольной коробки. Она не мешает. У вас и так есть доступ ко всем деталям вашей пушки. Начинаем разбирать. Это у нас возвратная пружина, затворная рама, затвор. Как вы видите, газовый поршень здесь немного короче, чем на стандартном АКС. Газовая система здесь немного короче, потому что на обычном АКС ствол 16 дюймов, а здесь всего 10 с половиной, либо 10 с четвертью, вроде того. Ударно-спусковой механизм выглядит абсолютно стандартно, как на обычном АК, за исключением автоматического огня. Нам можно это делать, я оружейник. У меня есть лицензия на подобного рода доработки. Я бы не советовал вам делать такие вещи без лицензии. Выпендрился. Хотя, если вас совсем достала ваша собака, с поднятой крышкой ствольной коробки нажимаем этот язычок и снимаем газовую трубку. Ничего необычного. Вот и все. Вот и разобрали почти весь автомат. Все очень просто. Как оно и должно быть. Ставим обратно газовую трубку. Затворную раму тоже. За ней возвратную пружину. И самая приятная часть. Защелкнуть крышку ствольной коробки. Вставить магазин. И вы готовы крошить своих врагов. В этом магазине заключена не такая уж и большая огневая мощь. Магазин на 30 патронов — это здорово. Но барабан все же лучше. Это барабанный магазин. Разумеется, для калибра 7,62 и вмещает он 75 патронов. Он заряжается немного по-другому. Так как заряжать патроны в него нужно не сверху, что довольно редко. Вставлять в этого малыша необходимо сзади. Получилась какая-то католическая шутка. Вот так выглядит его внутренности. Вот куда вставляются патроны. Но сначала мне необходимо сбросить механизм подачи. Здесь есть бегунок. Отлично, теперь мы готовы заряжать патроны. Это займет немного времени. Здесь у нас около 75 патронов 7,62х39 или, как это называют в 2021, мой пенсионный план. Сейчас, когда мы его полностью зарядили, мы закроем его верхнюю крышку, защелкнем фиксаторы, и теперь нужно завести эту цыпочку. Берем этот язычок. И просто начинаем вращать. Нужно вращать на определенное количество оборотов, а я вращаю, пока щелкают механизмы. Правильно ли это? Я не знаю, но как правило это работает. Ну, вроде все, она будто сейчас сломается. Пора уже заканчивать. Когда я взводил барабан, я увеличивал усилие пружины. И во время стрельбы усилие этой пружины будет помогать подавать новые патроны. Так же, во время вращения внутреннего механизма носики патронов будут следовать этим канавкам на задней, ну, или на передней стороне барабана. Это очень круто, это очень странная конструкция, но обычно она работает. Как правило. Ну вот мы и добрались до моей любимой части, где мы расстреливаем всякую хрень. И здесь, на насыпи, у нас есть шесть бутылок газированной воды. И на десерт у нас есть двухлитровая бутылка холодной красной Mountain Dew. Может показаться, что мы схватили из кладовки первое, что попалось под руку, в последние минуты перед роликом, но я уверяю вас, что это не так. Отлично, продолжим. Ну ладно. Зажжём! Блин, это было круто. И барабан подклинило. Чёрт! Ещё больше меня расстроило то, что у нас есть один выживший. Завершим начатое. Это было просто бесподобно. Мне очень понравилось то, что получилось в итоге. Я думаю, такую конфигурацию наши друзья, городские выживальщики, назвали бы драка с сиськами. Что бы это ни значило. Если серьёзно, это просто крутой маленький автомат. Мы будем ещё снимать о нём ролики, или вы его больше никогда не увидите. Напишите свои мысли об этом. У нас в мастерской есть ещё несколько крутых проектов. Все они заслуживают внимания. Среди них есть крутые, как бы сказать, традиционные автоматы, а есть и очень странные, но интересные пушки. Вскоре мы покажем вам и то, и другое. Напишите, если у вас есть свои мысли по поводу новых проектов. А если напишите АК-50, я удалю свой канал. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы присоединиться к новостной рассылке AKG и получить возможность выиграть крутой мерч от Банкер Брендинг. Благодарю вас за просмотр и, как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok